Здравствуйте! Финансовые новости на телеканале Самара ГИС. Конфисковывать жилье у валютных ипотечников пока не будут, по крайней мере, если недвижимость является единственной для заемщиков. Об этом заявил Центробанк. Таким образом, регулятор поддержал предложение правительства о невзыскании заложенной по валютной ипотечной программе недвижимости до 1 января 2016 года. А вот предложение об установлении щадящего курса регулятор не поддержал, поскольку не увидел в нем источника и механизма компенсации значительных убытков, которые понесут кредиторы при его реализации. Ну, хоть квартиры не отбирают, и то ладно. Льготную ипотечную ставку могут снизить с 13 до 12% годовых вслед за снижением ключевой ставки Центробанком. Уже готов проект постановления правительства, определяющий условия выдачи льготной ипотеки, которую банки будут выдавать под государственные субсидии. Первоначальный взнос по таким жилищным кредитам будет составлять не менее 20%, а получить кредиты можно будет только под жилье, приобретаемое на первичном рынке. В Москве и Санкт-Петербурге кредит составит до 8 миллионов рублей, для заемщиков из других регионов – до 3 миллионов рублей. Увы, нынче немногие себе даже льготную ипотеку смогут позволить. В Индонезию без визы. Уже в апреле россияне смогут обойтись без лишних формальностей при посещении страны 3000 островов. Все дело в малом по сравнению с другими азиатскими странами туристическом потоке. В прошлом году Индонезию посетили лишь 9 миллионов иностранных туристов, а Таиланд посетила 26 миллионов человек, Малайзию – 27 миллионов. По прогнозам, отказавшись от виз, Индонезия сможет догнать лидеров года за два. Правда, в этом году на россиян индонезийцам рассчитывать не придется. Российский фондовый рынок открылся повышением котировок по отношению к основной торговой сессии понедельника. Индекс ММВБ прибавил до отметки 1622 пункта. Лидеры роста – Алроса, АФК-система, НМТП, ФосАгро, Московская биржа и Префисбербанка. Среди лидеров падения – бумаги Мичелла, Полюс Золота и Акрона. Позитив на российском рынке поддерживает зеленое закрытие европейских и американских площадок, а также отскок вверх фьючерсов на черное золото. На азиатских рынках преобладают покупки и только гонконгский индекс Хангсенг снижается. Курс доллара на 17 марта – 62,14 рубля, курс евро – 65,40 рубля. Золото стоит 2311 рублей за грамм. Серебро стоит 30 рублей 97 копеек за грамм. Цена нефти марки Brent – 53 доллара 68 центов за баррель. На сегодня это все. Удачи в делах.